В шестом веке в Ермопольской пустыне, что в Египте, господствовала шайка разбойников под предводительством беспощадного главаря Давида. Много убийств и злодеяний он свершил за долгие годы нечестивые, а придя к старости, задумался над своей жизнью и ужаснулся делам своим. Оставив свою шайку, пришел разбойник в монастырь и попросил игумена принять его в число братьев. Игумен отказывался, объясняя, что жизнь монашеская, очень сурова и будет ему не по силам. На что сказал он настоятелю «Я известный разбойник Давид. Если мне не будут открыты двери монастырские для покаяния, я вернусь к прежнему образу жизни, раззорю монастырь и перебью всех иноков». Допустил его игумен. И ко всеобщему удивлению Давид стал примерным монахом. Взял он самые суровые подвиги и вскоре превзошел всю братью. Тогда к нему и явился архангел Гавриил с извещением от самого Господа о прощении. Однако преподобный по смирению своему не мог поверить, что такому великому грешнику, как он, Бог так скоро даровал прощение. На что архангел сказал ему «За свое маловерие ты останешься немым». Но тут же Давид взмолился Гавриилу, что была ему способность говорить оставлена для молитвы, чтения правил и участия в церковных службах. Ему было сие даровано, а в остальное время он оставался немым. В конце жизни преподобный получил от Господа дар чудотворений, коим он исцелил многих больных и изгнал из бесноватых злых духов. Прожив таким образом много лет, он мирно приставился ко Господу. 19 сентября. День памяти преподобного Давида Ермопольского.